Роберт Рождественский. Концерт. Сорок трудный год. Омский госпиталь. Коридоры сухие марки, шепчет старая нянечка. Господи, да чего же артисты? Маленькие. Мы шагаем палатами длинными, мы почти растворяемся в них. С балалайками, с мандаринами и большими пачками книг. Что в программе? В программе чтения, пара песен военных, правильных. Мы в палату тяжелораненых ходим с трепетом и почтением. Двое здесь. Майор артиллерий с ампутированной ногой в сумасшедшем бою подъели на себя принявший огонь. На пришлице вглядит он весело. И другой. Добровее сбинтован капитан, тронивший мастера три недели назад над Ростовом. Мы вошли. Мы стоим молчание. Друг с рвающимся фальцетом абрикосов Гришка Чан объявляет начало концерта. А за ним не вполне совершенно, но вовсю запевали мне Майя. А народный поем. А священный. Так, как мы ее понимаем. Мне Чапаев сражается заново. Краснозвездные мчатся танки. Мне шагают наши в атаке. А фашисты падают замертво. Мне чужое железо плавится. Мне и смерть оступать должна. Если честно признаться, нравится нам такая война. Мы поем. Только голос летчика раздается. А в нем укор. Погодите. Постойте, хлопчики. Погодите. Умер майор. Балалайка всплеснула горестно, торопливо, будто в бреду. Вот и все о концерте в госпитале в том году. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.